Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы вместе с вами рассматриваем четвертую главу Первого Соборного Послания Апостола Петра. И здесь много таких вот тем, которые относятся к терпению, к терпению посылаемых нам болезней, недугов, скорбей. Апостол Петр говорит так. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. То есть вот Христос, Он пострадал, это очевидно, Он за нас пострадал, но Он не обещал христианам, что они будут жить без каких-либо страданий. Как Христос страдал, так и мы страдаем. Хочешь ты или не хочешь, но ты находишься в мире вне райского царства, только в раю люди не мучились, не страдали, ничего не переживали, каких-то неприятностей. А наш мир наполнен различными превратностями, и оказывается, что вот это Господь тоже попустил не случайно. Почему? Ибо страдающей плотью перестает грешить. Конечно, всегда найдутся какие-то критики, которые говорят, что ну как же там, вот какие-то болезни, мы все равно грешим. Но все же, хочешь того или нет, все-таки болезни, как правило, они ослабляют силу наших искушений, каких-то вот плотских попознавений, каких-то зачастую даже дурных душевных стремлений. И вот бывает так, что человек, он весь там цветет, у него целая куча каких-то пожеланий, но едва посылается ему какая-то болезнь, как он уже чувствует свою ограниченность, что оказывается, я не всемогущий, я не все могу осуществить. У меня есть предел моим силам, и человек начинает через болезнь смиряться, а смиряясь, он начинает уже, в нем начинает пробуждаться вера в Бога, и через это многие обратились. То есть вот в Древнем Патерике там один Авва, по-моему, это был Авва Исаак, он тоже сильно вот болел, и к нему как-то пришел ученик его, говорит, вот почему бы, скажем так, вот не выздороветь, чтобы быть полным сил, и он на это отвечает, что тело ищет здравия для того, чтобы душа удалилась от Бога. То есть вот какая интересная мысль, что тело, да, тело хочет здравия, но в итоге для чего оно хочет здравия? Для того, чтобы в душе опять раскрылись какие-то греховные пожелания, и душа через здравие тела удалилась от Бога. Поэтому не всегда нам это полезно, и, конечно, мы должны лечиться, принимать какие-то лекарства, и если есть воля Божия, то лекарства подействуют и принесут свой эффект. Но в целом Господь посылает нам жизненные невзгоды. Почему? Для того, чтобы ослабли наши греховные пожелания, ибо страдающий плотью перестает грешить. И апостол Петр, ведь он обращается вот к этим христианам, которые недавно только расстались с языческой жизнью, и он поясняет, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. То есть, да, вы терпите, вы также терпите те гонения, которые вас постигают. Для чего? Для того, чтобы, вот вы живете во плоти, но не ради плоти, и так, чтобы уже по воле Божией, чтобы быть с Богом, когда расстанетесь с телом. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Прямо уже так пишет апостол Петр, и даже он весьма нелицеприятно перечисляет вот эти пороки языческие, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам. Конечно, весьма страшные такие грехи тут перечисляются. Не во всех, конечно, они древних рукописях сохранились. Но это было свойственно язычеству, также там перечисляется пьянству, излишеству, в пище пяти, и нелепому идолослужению. Идолослужение – совершенно нелепое дело, потому что служить какому-то там истукану, в котором прячется без дела, совершенно неразумно. Но вот какая вещь интересная, что обращались бывшие язычники, да, вот эти вот даже пороки, которые, в общем-то, противоестественные, которые здесь упоминаются. В общем-то, о чем мы тут, что мы тут видим? То, что благодатью Божией любой грешник может преобразиться и стать христианином. Вот для христианина это должно быть несвойственно, то, что тут упомянут, вот эти противоестественные пороки. Но язычество – это стихия греха, и там жили как хотели. И даже вот сохраняются такие древние и в Риме, и в Греции, ну, не фрески, а там такие даже объемные на стенах вот со статуями такие изображения, где действительно, в общем, порог такой, такая вот распущенность интимной сферы, где там не только и люди, но и животные там же, так сказать, вот, и все остальное. И это была вот сфера именно языческой жизни, то есть торжество греховного, распущенного начала плотской жизни в человеке. И через это, конечно, дьявол царствовал, вот как и святой Устин, философ, древний апологет, он описывал, например, такой обряд, когда не обряд, а праздник языческий, когда все собирались в какую-то комнату, назывался обряд загашения светильников. И вот там пировали, потом в определенный момент загашались светильники, то есть полная тьма, и каждый, так сказать, вот с кем, кого в объятии свои поймал, с тем и совокуплялся. То есть вот что такое было это язычество. И говорит Петр, что довольны, что вы уже в прошедшее время поступали таким образом, и вот остальное это время вы должны уже жить не по человеческим похотям, а по воле Божией, и действительно эта перемена произошла в их жизни. Петр уточняет, почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве. То есть вот эти язычники, они по-прежнему посещали такие свои праздники, вот эти обряды загашения светильника, и вдруг видят, что какой-то из товарищей, который стал христианином, он уже с ним не идет, и они удивляются, ну как это так? Ведь жизнь дана для чего? Для того, чтобы пожить в свое удовольствие, для того, чтобы насыть свои страсти, вот на одной из фресок, на одном из надгробий древних языческих, там есть такая надпись сохранилась, «Я, Леонид, говорю вам, ешьте, пейте, веселитесь, живите в свое удовольствие, потому что рано или поздно вы придете туда же, где я». То есть вот я уже умер, а вам еще дана жизнь, и поэтому живите, угождая своим страстям. Вот что такое язычество. Человек становился чадом дьявола, и поэтому не сходил во ад, и там с ним и пребывал. А христиане уже не участвовали, и язычники этому удивлялись. Вот они девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. И за это, кстати, злословили. Ну, в общем-то, действительно, если мы представим какую-нибудь компанию пьющих людей, и вдруг один полностью завязал, и он уже не хочет пить вместе с ними. И что они ему говорят? Ну, вот ты меня не уважаешь, раз ты не пьешь со мной, значит, ты меня не уважаешь. И даже начинают злословить его. И апостол Петр говорит, что как к этому относиться? Относиться вот так. «Они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых». То есть каждый человек за себя даст ответ. Кому? Даст Богу. А именно Господь судит живых и мертвых, и каждый даст пред Ним ответ. А дальше апостол Петр, такое важное тоже уточнение, он пишет, «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Это вот отсылка наша здесь к третьей главе, где говорилось о сошествии Христа во ад. И апостол Петр повторяет, что мертвым было благовествуемо. Когда Спаситель, распятый телом на кресте, душой нисходит во ад, и свою благую весть о спасении человечества он возвещает. Но, собственно, само его явление стало этой вестью. Вот он нисходит во ад, силы дьявольские в панике разлетаются, он освобождает Адама и Еву, он выводит всех, кто его ожидал, не только праведников, но и тех грешников, которые раскаивались в своих грехах. И они, подвергшись суду по человеку плотью, вот эти те, кто находились в аду, в третьей главе упоминались конкретно люди, погибшие во время всемирного потопа. Но не только они, другие грешники, которым какие-то болезни посылались, какие-то скорби. Вот они суду по человечку плотью подверглись, плотью они умерли. Но так как душой своей все-таки чаяли и, может быть, раскаялись, то Господь их спасает, чтобы они жили по Богу Духом. Вот какая великая вещь совершилась благодаря сошествию Христа во ад. И апостол Петр дальше в отношении всей нашей жизни, то, что одни грешат, другие стараются, христиане стараются жить правильно, он пишет, впрочем, близок всему конец. То есть не думайте, что вот эти языческие злословия и это их превозношение будет бесконечно. Каждый человек умирает, и живет человек недостаточно, не настолько долго, как хотел бы, и быстро всем его пожеланиям, стремлениям приходит конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. То есть молитва – это не произнесение какого-то сонного, сонливого ума, сонливой души, а это именно бодрствование, то есть твое живое предстояние пред Богом, пред Богом живым, который видит тебя. И будьте также благоразумен. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И действительно, только благодаря любви можно преодолеть любую проблему. Вот если нет любви к ближнему, никогда ты не сможешь достичь с ним единомыслия. А если есть любовь, то даже видя какое-то несовершенство твоего ближнего, видя его недостатки, ты своей любовью покроешь этот грех, готов будешь дальше с ним общаться, выстраивать отношения, и он тоже может исправиться через эту любовь. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. То есть оказывайте любовь к тем, кто, допустим, странствует. Ну, странолюбие – это буквально принятие странников в своем доме. То есть будь открыт каждому, кто нуждается в твоей помощи. Хотя, конечно, и мошенников тут надо остерегаться. Вот будьте благоразумны, говорил апостол Петр. Но в целом всегда важно побеждать свое равнодушие. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. То есть у каждого есть какой-то свой талант, какой-то дар. И даже сейчас где-то живешь, и кто-то, например, он хороший слесарь. Кто-то хорошо умеет разбираться, скажем, в юридических вопросах. И он тоже может в чем-то подсказать. Одно дело, если он скажет, ну вот я тебе за деньги подскажу, дам тебе консультацию. Другое дело, что он чисто по-дружески тебе очень быстро все объяснит, поможет, подскажет. И вот есть у него этот дар, дар разбираться в юриспруденции, в праве. То вот он тоже служит Богу, когда оказывает помощь своим ближним. Но это мы сказали в самом таком, конечно, примитивном смысле. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. То есть если ты что-то произносишь, то пойми, что вот человек – это образ Божий. И все, что человек совершает, он делать должен именно как образ Божий. А разве будет образ Божий произносить матершинные слова? Ведь все эти скверные, нечистые слова – это фактически единение с дьяволом души человеческой. То есть всякая нечистота – она дьявол. Если человек изрекает из своего сердца что-то скверное, что-то нечистое, то ясно, что он уже перестает быть образом Божиим. А ты произноси так, как слова Божия. Говорит ли кто? Говори, как слова Божия. То есть все, как пред лицом Божия. И на такое слово будут реагировать совершенно иначе. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Вот интересно, что иногда мы тоже, бывает, чрезмерно как-то берем на себя какие-то нагрузки, хотим полностью разорваться, но выполнить то, что поручено. А апостол Петр говорит, так не надо. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Если ты будешь служить сверх сил, ты просто надорвешь свое здоровье, свои силы, и потом окажешься неспособен продолжать служение. И кому это надо? Поэтому именно по силе, какую Бог дал тебе силу, в соответствии с этой силой и служи. Не надо лениться, лежать расслабленным, но и не надо перенапрягать себя до полного истощения. Вот, к сожалению, мы иногда именно этим пренебрегаем, ну и в итоге здоровье оказывается подорвано. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христово страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Это, конечно, речь в отношении гонений на веру, и такие искушения названы огненными. Вот апостол Петр все это писал, да и сам он пострадал во время Нерона. А Нерон именно самое первое такое сильное гонение в Риме устроил на христиан. То есть были уже гонения, конечно, по местам, и началось это с Иерусалима, с побиения камнями Стефана, первомученика, но потом вначале иудеи, а потом и язычники принялись. И вот когда Нерон в 64-м году, если не ошибаюсь, предписал карать христиан, то что делали? Ну, кого-то терзали собаками, зашивая в шкуры диких зверей, чтобы собаки воспринимали как животных людей. Кого-то там какими-то инструментами терзали, а кого-то он приказал зашивать в такие кожаные мешки, поливать смолой и поджигать ради освещения своих садов. Вот представьте, насколько это были жуткие искушения, испытания вот эти огненные именно, что ради освещения своих садов он сжигал именно христиан. И деваться было, собственно говоря, чисто так вот по-человечески вроде бы некуда. И Петр говорит, что вы участвуете в страданиях христовых. Страдания Христа тоже были неимоверно тяжкие. И поэтому страдания христиан – это соучастие в страданиях христовых. И вы радуетесь, потому что в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. Ведь Петр сам лично увидел воскресшего Христа и не один раз. И Христос в обновленном своем теле, проходя уже сквозь двери затворенные, говорил, что радуйтесь ученикам и мир вам, да, мир вам. И он принес им радость. Поэтому, конечно, непосредственный опыт видения воскресения Христова после тяжких страданий Христова, он, несомненно, Петру как раз и свидетельствовал, что и Петр и мог поэтому так вот писать, что и вы тоже будете в славе Христовой. Ведь он увидел славу Христова, и те, кто за Христа страдают, они тоже будут в этой славе. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас, теми он хулиться, а вами прославляется». Но это все и понятно на самом деле. Поскольку дьяволу попущено искушать, то те, кто служат проводниками злой воли дьявола, они, конечно же, и злословят. Человек изрекает то, что в его сердце. А в сердце у одного, конечно же, мысль о добре, у него совесть не спит, а у другого его душа наполнена всякими злыми, греховными пожеланиями. Поэтому что в сердце, то он и изрекает. Но ты заботься о своем сердце. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужого, или вот как Анания и Сапфира, помните, которые утаили из цены проданного, внешне изображая себя жертвователями». То есть они показывали себя добродетельными, что они приносят все свое имение, отрекшись от всего. А на самом деле было лицемерие, часть они придержали. Поэтому апостол Петр, конечно же, будучи вдохновлен Божьим Духом, он изрекает особое такое пророчество, и Анания и Сапфира не умирают. «Только бы не пострадал кто из нас, как злодей, как какой-нибудь преступник, которого за дело карают. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». То есть если дано тебе страдать, как христианину, то за это Бога благодари, потому что это особое благословение Божие. Все праведники были гонимы, все претерпевали какие-то скорби, вот как преподобный Севастьян Карагандинский, он говорил, что здесь все степи, они покрыты такими живыми свечами, которые к небу подымаются. Ибо туда ссылали очень многих исповедников, праведников. Казалось бы, неимоверные какие-то страдания, но совесть их была спокойна, душа чистая, поэтому они даже среди этих скорбей и пыток сохраняли радость. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» То есть апостол Петр в каком-то смысле говорит, что суд Божий он от каждого человека, у каждого есть какие-то свои погрешности, свое несовершенствие. И даже праведник может в чем-то погрешать, или возноситься немножко так, когда молятся, допустим, молитвы исполняются. И поэтому Господь тоже попускает свои скорби, через которые праведник смиряется, и еще более праведным становится. То есть вот суд Божий начинается с Дома Божия, то есть церкви, с тех, кто посвящен непосредственно Богу, и Господь через страдания очищает, а затем уже и тех, кто не покоряется Евангелию Божию. И если праведники едва спасаются, то нечестивые грешные где явятся? Вот на самом деле очень тяжело достичь спасения, потому что, как ни пытаясь жить праведно, все равно слишком много искушений. Мы не стойко оказываемся перед теми поползновениями собственного ума, собственных чувств, и враг подбрасывает какие-то искушения. Мы падаем, и вот если праведник едва спасается, имеется в виду вообще христианин, то нечестивый и грешный, тот, кто живет поязычески, где явится? Но Петр говорит это, конечно, не ради осуждения язычников, а о том, что каждый должен понести свое меры страдания и испытания. И так страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному создателю, души свои, делая добро. То есть ты, главное, делай добро. Если делаешь добро, то внутри тебя и будет добро. И ты душу свою предашь именно Богу, как отцу всякого добра, как тому, кто тебе жизнь дал. Вот это самое главное, к чему надо стремиться христианину, в чем да поможет нам Господь. На этом мы завершили рассмотрение четвертой главы. Храни вас, Боже! До скорой встречи, дорогие братья и сестры! Продолжение следует...